Чем дольше длятся споры о Брексите в Палате общин, тем больше напряженности ощущается на континенте. После того, как британские депутаты в очередной раз не смогли принять ни один из предложенных вариантов выхода из ЕС, Еврокомиссия вновь раскритиковала Лондон за отсутствие четкой позиции о порядке Брексита за считанные дни до прекращения членства в Союзе. Я рад, что сохраняется единство позиций 27 государств-членов, и я хотел бы, чтобы оно оставалось таким же до конца процесса. Я сказал на днях, что если сравнить британский парламент с египетским сфинксом, то сфинкс покажется просто открытой книгой. Переговорщик ЕС по Брекситу Мишель Барнье, в свою очередь, подчеркнул, что каждый новый день неопределенности в позиции Лондона приближает разрыв с ЕС в самом жестком виде, без заговорок и дополнительных соглашений. Вы либо одобряете эту сделку, чтобы выйти упорядоченно, а это единственный возможный вариант соглашения, потому что мы проработали его в правовом плане и с точки зрения объективных реалий, либо у вас нет соглашения, вы не хотите соглашения, вы выходите без него. Это решение Соединенного Королевства, и вы отвечаете за выход без соглашения. В ходе выступления в Европарламенте Барнье обвинил активных сторонников Брексита в стремлении не только отделиться от ЕС, но и развалить его. Эти люди хотят разрушить Европейский Союз изнутри, другие – извне. Поэтому я думаю, что мы должны позаботиться о Европейском Союзе, даже если его придется реформировать. После того, как британский парламент трижды отверг проект соглашения о Брексите, председатель Европейского Совета Дональд Туск созвал экстренный саммит Евросоюза по вопросу о выходе Великобритании из ЕС. Он пройдет 10 апреля, то есть за два дня до Брексита.